Спортсменов из 15 регионов принял Кумертау на втором открытом кубке Приволжского федерального округа по настольному теннису для слепых. Лучших выявляли в течение трех игровых дней на двух площадках в здании БРГ номер 3 и кинотеатра Горняк. В соревнованиях такого уровня многие приняли участие впервые, однако были и опытные спортсмены. Мы пока молодые, мы только начинающие. У нас в городе появился стол относительно недавно, это с марта месяца. А тренеров как таковых очень мало выпускается, поэтому тренера у нас нет, мы тренируемся сами. Турнир очень сильный, ребята играют молодые, новые, играют совершенно уже в другую игру, более быструю, более интересную. Поэтому молодым дорога, как говорится. Игра стала сильнее, я уже года 4 занимаюсь, то есть с тем годом, если сравнить, то игроки стали сильнее. То есть по сегодняшним соперницам уже сложнее выигрывать, чем в прошлом году. По правилам адаптивного настольного тенниса, спортсмены независимо от степени нарушения зрения надевают свето-непроницаемые очки. Играют до трех сетов, каждый по пять минут. За прямое попадание в лузу начисляется два очка. За аут, касание поля свободной рукой или попадание в центральный борт по одному штрафному очку. Непосредственно соревнования были начаты за день до официальной церемонии открытия, для того, чтобы успели сыграть все участники, поскольку желающих набралось достаточно. Вышло даже так, что названный окружным турнир в Кумертау фактически перерос свой статус. Участие в нем приняли и представители других округов. На открытии соревнований их приветствовали официальные лица от имени городского округа и республики в целом. Мы поддерживаем спорт в городе Кумертау. У нас строятся объекты спортивные, у нас строится ледовая арена, мы реконструируем лыжеродную трассу. Но мы особое внимание уделяем адаптивному виду спорта. Мы заключили соглашение с Министерством спорта и молодежной политики именно на развитие опорных видов спорта. Сегодня в рамках этого соглашения мы проводим прекраснейшее мероприятие. Я хочу сказать, что прекраснейший турнир, открытый турнир Приволжского федерального округа. Я хочу сказать, что мы единственный город в республике Башкортостан, который проводит такой турнир. Во-первых, надо сказать большое спасибо энтузиастам этого вида спорта. У вас появились люди, которые могут это организовать, которые могут подготовить. Благодаря вот таким инициативным людям развивается весь спорт не только адаптивный, но и вообще весь спорт на этом держится. На второй день соревнований спортивные баталии продолжались до позднего вечера. В результате кумертауским спортсменам удалось выйти в финал как в женском, так и в мужском разрядах. Разыграли золото в воскресенье в кинотеатре «Горняк». В качестве болельщиков на финале собрались сами участники, любители этого вида спорта и официальная делегация. Хотелось бы, чтобы прописка этого вида спорта в республике получила еще более массовый характер. И не только в Кумертау, а во всех городах и районах, которые могли бы это культивировать. Для меня, допустим, важно, чтобы это было не менее хотя бы 10-15 городов или районов. То, естественно, будет формироваться наша сборная команда. И эта сборная команда при республиканском бюджете будет иметь полное финансирование и готовится к любым российским и международным играм. Помещение кинотеатра выбрали из-за хорошей звукоизоляции, поскольку во время розыгрышей спортсмены ориентируются исключительно на звук звенящего мяча. В итоге у женщин уверенную победу в двух сетах одержала Эльвина Насирова из Кумертау, у мужчин – Владимир Поляков из Тверской области. В целом от турнира впечатление замечательное, потому что уровень у нас год от года растет. Данный респорт, он сравнительно новый в России. Мы уже сколько, года четыре, наверное, играем активно. И вот год от года все сильнее и сильнее соперники, все больше и больше регионов, и становится все интереснее и интереснее. Да я даже не знаю, как счастье, радость, веселье. Все-таки второй раз, первое место занять – просто шикарно. Я победитель! Не остались участники чемпионата и в стороне от проблемы паралимпийской сборной страны. На церемонии закрытия Кубка участник паралимпиады в Турине Владимир Казаков зачитал обращение в поддержку сборной. Под документом подписались все участники турнира. Письмо передали директору Центра спортивной подготовки Башкортостана Евгению Емельянову. Он пообещал, что зачитает обращение на ближайшем исполкоме паралимпийского комитета. Что же касается и Львины Насировой, то ей теперь предстоит защищать честь республики и страны на чемпионате Европы. Готовить ее будет, как и прежде, тренер Павел Сафонов. В чем секрет? Во-первых, в тренировках она постоянно занимается на протяжении уже трех лет, четырех даже лет. И она уже трехкратная чемпионка России и один раз серебряная призерка была. Владимир Антошкин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Вперед Россия! Вперед Россия! Вперед Россия!